На чемпионаты первенства Краснодарского края под Хэквондо и ТФ, которые в эти выходные проходили в Сочи, приехали лучшие спортсмены из Краснодара, Новороссийска, Темрюка, Геринджика, Курганинска, Тоапсе, Староминского и Абширонского районов Кубани. В центре единоборств Югспорта собралось 250 спортсменов. Сочи выставил на турнир серьезный состав. Это и победители краевых соревнований, и призеры всероссийских, и участники чемпионата страны и Европы. Есть много хороших ребят, призеры России, призеры Европы приезжают, спаррингуются, техники можно набраться, опыт тоже очень хороший получается. Я являюсь чемпионкой края, чемпионкой города Сочи, также я являюсь чемпионкой Южно-Федерального округа. Я довольно часто выступаю за свой город в разных соревнованиях. Я стремлюсь к черному поясу, потому что мне очень сильно хочется быть похожим на своего тренера и в будущем так же выступать за Россию уже. Турнир проходил в личном и командном зачете. Главная цель не только соревновательный опыт и повышение спортивного мастерства. На Даянге тхэквондисты боролись за право попасть в сборную команду Краснодарского края для участия в чемпионате и первенстве России. Главный старт страны запланирован на март. Турнир пройдет в Улан-Удэ. Честно говоря, до призерства и до чемпионства еще не добирался, пока только удавалось выигрывать чемпионат России в командном зачете по спаррингам. В 2018 году в Сочи проходил чемпионат России, и мы с командой Краснодарского края взяли первое место в командном спарринге. Последние годы у нас очень неплохо стали спортсмены выступать на соревнованиях российского и даже международного уровня. Поэтому, естественно, это, конечно, в основном это вид спарринг, поединок, масоги по-корейски. В принципе, скажу вам, что мы сегодня, на сегодняшний день конкурентно способны. Что касается итогов прошедшего турнира, Сочи снова подтвердил звание лидера в тхэквондо в регионе. Сборная курорта заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата Кубани, а в первенстве края нашей команде удалось подняться на высокую вторую строчку.